И снова привет! И сегодня я покажу вам самую недавно вышедшую игру Это Ravensward Shadowlands Вышла она практически позавчера Да, позавчера утром Итак, что мы имеем? Кэш весит всего лишь 700 мегабайт То есть 600 с чем-то А пока весит вообще очень мало Собственно игра выходит на 700 мегабайт И по нынешним меркам Это очень-очень-очень мало Но в чем суть? Огромный открытый мир Практически как Skyrim То есть здесь есть все Очень похоже на Skyrim Вид от первого лица, от третьего лица Информацию можно найти в гугле В том же поисковых веках Но, собственно Я считаю, что это лучшая RPG игра На всех существующих мобильных платформах Потому что это реально Мобильный Skyrim Игра является продолжением То есть сиквелом первой части Ravensward The Fallen King Которая вышла в годика аж так Три назад вроде или два На этих Ну, на айфоне То есть для айфона 2G Она еще была, для 3G Ну, в общем, довольно старая Там была скудная графика и т.д. И сейчас как бы выходит сиквел Собственно Игра очень похожа на игру Aralon Как-то там вот так Ну, в общем, Aralon называется игра Тоже RPG Тоже от этой компании Но она уже другой слегка серии Она больше похожа на MMORPG Но не является онлайн Ну, в общем Вот этот Shadow Ravensward, эта игра Она собрала лучше Все лучше, что было на Играх В общем Все лучше, что было В RPG-играх на Android и iOS Единственное, что по поводу графики Небольшое отречение Графика здесь вполне хороша Но она слегка Надута Потому что На тех роликах, которые мы смотрели То есть на трейлерах Она была просто шикарная Пост-эффекты Динамические тени Текстурки высочайшего качества Все по максимуму И что мы видим в конце концов Графика так себе Текстурки подразмытые Пост-эффектов нету Ну, динамических теней нету Отражения на поверхностях Как-то так себе Отражения на воде вообще пиксельные Вот И, собственно Такие дела А так мало того На Android графику еще больше обделили Потому что Вот допустим В сравнении с iPad Там нету пиксельной воды Там получше отражения чуть-чуть Конечно, динамических теней там тоже нету Но все же Допустим Вот видите, бутылка Там она с отражениями На iPad Допустим будет А здесь Как видите, вообще ничего нету Единственное, что остается Так надеяться на Будущие обновления Которые могут принести Отличную графику Собственно, кстати Движок сделан на Unity Точнее, движок является Unity Версии 4.0.1 И поэтому Как бы игра Я не занимаюсь Только весом Потому что Движок этот Очень оптимизирован Собственно Вот, как повторюсь Это практически Мобильный Skyrim Квест здесь таков Как бы Я еще, собственно Далеко не проходил Времени как-то не особо Но Вот суть По крайней мере Как я понял Сначала такова Была битва За какую-то башню В общем За территорию Либо за какой-то меч Мечи ворона Как я понял И Наш герой Это единственный Кто выжил После великого сражения Ну, собственно Прошло там около Несколько лет И он просыпается Уже В Небольшом городе Где Вонстр Как бы За ним заботилась Женщина какая-то И тут начинается Наш квест Как бы Нужно узнать Сначала Кто я Там потом Нужно забрать Некоторые руны Магические Ну и т.д. и т.п. По сути Как бы Как я понял Сюжет О потерянном мече С помощью которого Можно совершить Правосудие Над каким-то Злом Ну, классика Кстати Обзор этот Будет слегка Нестандартный Потому что Здесь Не будет Обзора Конфигов Графона И т.д. Потому что Игра по сути Вот только-только вышла И для нее Вообще невозможно Как бы Там есть конфиг Но Единственное Что у нее можно сделать Это поменять Значение С нуля До трех Как бы Как я знаю По Детриггеру И Шадоу Шадоу Гану То есть там тоже Они на юнити И так же Меняется графика Но В этой игре Как бы Она Все равно Сбрасывает Свой конфиг На По умолчанию И собственно Ничего из этого Не уходит Так что Как бы Нужно просто Дождаться Пока Либо Взломает Либо Выпустит Обновление С нормальной Графикой Скажу Небольшую Тему О Багах Так как Это Открытый мир Здесь Открыто Количество Багов Среди Допустим Вот один из примеров Вот например И с помощью Вообще Прыжка Здесь Можно Вваливаться В текстурке Просто Свободно Ну вот Графон Как бы Есть на максимум Кстати Вот на этом планшете Вернемся К истокам На этом планшете Стоит Вот максимальная Прорисовка То есть Единственное Что на сроках Можно сделать Это Поставить Дальность Прорисовки То есть Вот сейчас Средняя Вот на максимальном Ставлю В зданиях Нормально А вот допустим Фпс Чуть-чуть-чуть Фпс на 2 Начинает поседать В открытых мировых Но совершенно Так же можно Играть То есть Вот Ну я оставлю На середине Так что Хватает Вполне За глаза Виды Первой лица Все Об игре Я рассказывать не буду Так как Просто скажу Это практически Скайрим Водичка То есть Она как бы Показывает Показывает Там отражение Все красиво Да Но давайте Зглянем на нее Вблизи Виндос Что-то Пиксельная Херня На самом деле Просто Ну нереально Андроид Как обычно Обделили Игрофоном Ну за что Получился Как бы Этот обзор Получится Вполне быстро Потому что Здесь По сути Даже не про что Рассказывать Как бы Здесь Здесь столько Много Про что Рассказывать То что Я даже Не знаю Как бы Где-то будет Час Нужно Рассказывать Про эту игру Но Я вот Я вот говорю Просто Советую Вы обязаны Поиграть В эту игру Если вы Хоть чуть-чуть Играли Там В любую РПГ Она вам Понравится Очень сильно Это можно сказать Реально Лучшая игра Пока что На андроид С открытым миром То есть Она Всякие там НФС Реал рейсинги Они вообще Не стоят Реал рейсинги Потому что Это Ну Блин Это реально Поистине Классная игрушка Так Ну чё ты не хочешь Путешествовать Стоп Тут кстати Есть Рэгдольная физика То есть Как бы Анимации Нормально сделаны То есть Как бы Ну Вообще игра Очень получилась Хорошей Единственное Вот Жаль То что Они играфоны Сделали Как Обещали В трейлерах Сделали Я бит Я бит Вы Вы итесь Прямо Ах да, ещё обещали разработчики нам динамическую смену дня и ночи, но никто её совершенно не сделал, как на айпаде не знаю, но на роде её нету. Ну, собственно, на этом я заканчиваю обзор, собственно, обязательно скачайте, поиграйте, она мало весит и доставим вам уйму удовольствия. Ну, что ж, на этом всё, до свидания.